Я обещаю следующее, что став президентом Республики Молдова, я создам специальную комиссию, которая пересмотрит все приговоры за последние 5-7 лет. Тут нужно будет посоветоваться с юристами, для того, чтобы если не будет другого законного пути, кроме как помилования через указ президента, эти люди должны быть освобождены. Потому что, еще раз повторяю, что они нарушали закон из-за того, что кто-то умирал с голоду, либо у кого-то был больной ребенок. Безусловно, чтобы этим не могли воспользоваться какие-либо настоящие преступники, в эту комиссию при президенте Республики Молдова войдут представители гражданского общества, все адвокаты страны, которые пожелают работать в этой комиссии. Все заседания, рабочие заседания этой комиссии будут транслироваться онлайн, чтобы граждане страны вместе с нами могли участвовать в рассмотрении всех этих жалоб, которые, я уверен, приходили, приходят и будут приходить на имя президента. Для того, чтобы я был чист перед законом, и самое главное, для того, чтобы все граждане Молдовы видели, что я принимаю правильные, транспарентные решения. Чтобы это не были какие-то решения комиссии из нескольких человек в 2 часа ночи. Я обещаю вам, что я сделаю все возможное и невозможное, для того, чтобы все те люди, которые нарушили закон за мелкое правонарушение, они вернулись как можно быстрее к своим семьям. Потому что, еще раз повторяю, большая часть людей, и вы видели массу репортажей на телеканалах, когда кого-то сажают за курицу, когда кого-то сажают за мелкую взятку. И это не буржуи, которые живут на телецентре в трехэтажных домах, которые ездят на Мерседесах, Порш Каенах и декларируют, что они стоят там 20 тысяч лей. Значит, это простые люди. Этот случай, я думаю, который произошел в Дрокевском районе, послужит стартом для того, чтобы наше общество проснулось. Для того, чтобы, может быть, проснулись некоторые судьи, некоторые силовики. Давайте мы создадим сегодня нормальное демократическое общество, в котором будет функционировать закон. Мы будем бороться с коррупцией. Но давайте, в первую очередь, мы создадим условия для всех граждан страны, чтобы у них не было даже в мыслях во сне желания украсть курицу, либо совершить другое какое-нибудь мелкое правонарушение. Правонарушение. Я сейчас делаю апел на все авторитеты в Молдове. Мы видим, что сегодня у нас был реакцией на случай с политистом Рапид. Я надеюсь, что мы видим реакции на этот случай дурерос, потому что этот случай показывает, что ситуация сейчас находится в Молдове, сейчас мы грозняк, как сейчас сказ, демонстрируя заклар, как троецк остальных читатений. Как троецк остальных читатений, которые, в моем случае, не воицы. Сынкал челеджа, пентру ануму риди фами, а салва, вяца, уны, копил, уны, паринти, сауни, эруди, апроприятия. У нас очень много работы, нам нужно очень много сделать, но я обещаю вам, что вместе мы с вами прорвемся, потому что все граждане страны хотят перемен. А если все граждане страны хотят перемен, значит они обязательно будут. Я буду вас держать в курсе всех этих событий, которые будут связаны с делом Натальи Урсаки, мамой пятерых детей, которые сегодня находятся в тюрьме. А ее плачущая мать осталась с пятью внуками и думает, как выжить и как дождаться дочери. Я говорил с этой женщиной. Она плакала так, что у меня у самого появились слезы. Но вместо того, чтобы слезы появлялись у меня, я сделаю так, что будут плакать все эти негодяи, которые руководили и руководят страной. А нормальные люди жили достойно.